Добрый вечер! В эфире ВЕСЕ Карачаева Черкесия в студии Руслан Жукаев. В Главном управлении МВД России по СКФО состоялось заседание Общественного совета ведомства с участием приглашенных представителей Карачаева Черкесии. На мероприятии были подведены итоги деятельности Общественного совета в первом полугодии. Начальник окружного полицейского главка Сергей Бачурин поблагодарил каждого из общественников за большой вклад в формирование правосознания граждан и социальной активности, укрепление открытого диалога с полицией и с институтами гражданского общества. На завещании Сергей Бачурин вручил медаль Главного управления МВД России по СКФО за заслуги почетному гостю Азаритали Баташеву, секретарю Урупского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия». Азаритали Хамидович также был отмечен медалью Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Хочу отметить, что работа Общественного совета в первом полугодии была кладотворной и интересной. Совместными усилиями многое удалось сделать. Организованы и проведены мероприятия, нацеленные на повышение престижа полицейской службы, пропаганду законопослушного поведения, совершенствования правовой культуры населения. Традиционными стали встречи со студенческой молодежью и учащимися в субъектах округа, с которыми вы проводили лекции, семинары и конференции по различным тематикам. Такая практика, безусловно, направлена на укрепление открытого диалога с институтами гражданского общества, а также способствует росту социальной активности и правосознания граждан, повышению роли общественных объединений в пропаганде правоохранительной деятельности. В полицию Черкеска поступило сообщение о том, что у местной пенсионерки злоумышленники обманом похитили 950 тысяч рублей. Из заявления потерпевшей следует, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что близкий родственник пожилой женщины попал в ДТП и в отношении него может быть возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать наказания, необходимо заплатить. Звонивший добавил, что за деньгами придет курьер. Заявительница выполнила все, что они от нее требовали, и лишь позже поняла, что стала жертвой мошенничества. Аналогичные заявления от пенсионеров поступали и ранее. Все аферы были совершены схожим образом. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 22-летняя девушка и 28-летний молодой парень из Узчегуты. В настоящее время установлена их причастность к совершению преступлений по отношению пятерых жителей Карачаева Черкесии. Они дали признательные показания. Общая сумма похищенных денег составила более 1 миллиона 800 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. При подобных звонках первую очередь, что необходимо вам сделать, это не поддаваться панике, которую навязывает вам звонивший. Если вам вдруг поступил аналогичный звонок, прервите данный разговор, перезвоните своему родственнику, установите все обстоятельства, действительно ли он попал в беду. Если вы не дозваниваетесь или телефон выключен родственника, который вам представит, свяжитесь с остальными членами семьи, чтобы также установить все обстоятельства. Позвоните в больницу, уточните информацию о том, есть ли среди пациентов ваш родственник. Также свяжитесь со своим участковым и передайте всю информацию, которую вам сообщил машина. Помочь может каждый. В Черкесске на базе спасательной станции парка культуры отдыха «Зеленый остров» в формате Дня открытых дверей прошла церемония посвящения новобранцев поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаева, Черкесии и Кавказ. Для новоприбывших в ряды неравнодушных были организованы еще и практические занятия. Ахмат Халкечев продолжит тему. Поисково-спасательный отряд добровольцев Карачаева, Черкесии и Кавказ был сформирован в ноябре 2019 года и стала первой общественной организацией в регионе подобного профиля. Да и сейчас аналогов в республике у волонтерского движения нет. В данный момент численность отряда составляет 180 человек, и она продолжает расширяться людьми, готовыми бескорыстно прийти на выручку каждого, кто в том нуждается. И эти практические занятия организованы для новобранцев. В роли наставников исключительно квалифицированные специалисты. К сожалению, часто, очень часто бывают случаи безвестного истязновения людей. Очень часто такие случаи происходят. И не всегда эти поиски оканчиваются заветным «найден жив». И время играет злую шутку в данном случае. Уже давно разработан алгоритм взаимодействия волонтеров с органами МВД, МЧС и местного самоуправления. Практические занятия организованы с целью отточивать практические навыки по поиску пропавших людей на больших территориях и в труднодоступных местах. Кроме этого, привлекаются люди общественности, которым разъясняется порядок и условия при осуществлении поиска бизнеса пропавших граждан на территории, на местности. У каждого, что сердце отзывается на чужую беду, кому понутру просто помогать людям без корысти, своя философия жизни и история. Передо мной, перед моими глазами бывало такое, что человек умер. Ну, хотелось что-то сделать, но из-за неумения я не смогла ничего сделать, к сожалению. И вот, исходя из всего этого, если есть возможность, почему бы и нет. Возможность появилась, я с удовольствием вступила в отряд. Поисково-спасательный отряд добровольцев Карачаева-Черкесии и Кавказ активно сотрудничает с поисковыми организациями со всей страны и входит в состав Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Также руководство отряда предложило проект создания школы поисковиков. Реализация идеи по замыслу авторов выведет на качественно новый уровень подготовку добровольцев, их навыки и компетенции, что в свою очередь, безусловно, отразится на оперативности и эффективности поисково-спасательных работ. Ахмат Халкечев, Роберт Живутанов, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. В днём в горах местами коротковременный дождь-гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах местами плюс 8, плюс 13. Днём плюс 28, плюс 33. В горах местами плюс 19, плюс 24 градуса. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днём плюс 30, плюс 32 градуса. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли. Острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в ЭВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. Только 10 и 11 августа с 9 до 19 часов пройдёт ярмарка от белорусских фирм «Марка» и «Белвест». Женские и мужские коллекции обуви из натуральной кожи, а также куртки, ветровки. Много новинок. Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства. Современные, технологичные, комфортные. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, в рамках нацпроекта образования строятся новые школы. Одно из образовательных учреждений возводится в селе Учкеке Малокарачаевского района. Ученики и учителя с нетерпением ждут окончания строительных работ, чтобы получать знания в хороших современных условиях. Новый объект будет не только образовательной площадкой, но и здесь также будет возможность заниматься научно-практической деятельностью, творчеством, спортом, словом для всестороннего физического и эстетического развития учеников. О том, как это сделано и что ещё предстоит сделать, Алла Качиева, которая побывала в Малокарачаевском районе. На сегодняшний день весь Малокарачаевский район представляет собой одну большую стройку. Начиная вот с Красного Востока, вы были, там сейчас идёт капитальный ремонт средней школы номер 3. В Первомайске новое строительство, это строительство нового дома к культуре, нетиповой проект на 300 мест. В конце этого года вот эксплуатацию. Вот этот объект, где мы сейчас присутствуем, это самая большая стройка по республике на сегодняшний день среди школ. Строительство того самого крупного образовательного объекта республики, про который говорит Исмаил Семёнов, началось в январе 2022 года. Решение о возведении новой школы в Учкекине на месте седьмой, которая пришла в неготность, принял глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов в ходе своей очередной рабочей поездки в Малокарачаевский район. Учреждение было построено в 1959 году хозспособом. Мария Рамазановна Кубаева посвятила развитию образования несколько десятков лет. За эти годы седьмая школа стала ей родной. Это словами передать невозможно. Надо было видеть, когда начали фундамент, мы друг другу как сенсацию сообщали. А потом несколько человек приходили, смотрели, потом вот работающие здесь с нами, нас уже в лицо знают. Седьмая школа в селе Учке-Кен имени Бориса Узденова будет рассчитана на 960 ученических мест. Строительство нового среднего учебного заведения ведется в рамках реализации национального проекта образования. Здесь будут актовые спортивные залы, современные кабинеты, уютная столовая, игровые зоны для продленки и библиотека. Все это для максимального комфорта и эффективного обучения детей. А пока ученики седьмой школы Учке-Кена будут получать знания в соседнем селе Первомайском. Объект планирует встать в эксплуатацию в 2023 году. В этом году у нас первый этап строительства. По этому первому этапу строительства у нас на сегодняшний день выполнено около 56% работы. У нас три блока. Из этих трех блоков у нас блок Б уже второй этаж полностью омоноличен. Блок А, блок В первый этаж полностью. Возводим сейчас второй этаж. У нас блок А состоит из двух спортзалов. И тут практически уже работа осталась немножко. Сейчас мы уже заполняем все проемы, все стены. И у нас, даст Бог, через несколько месяцев уже полностью переходим на отделочные работы и на монтаж всех коммуникаций. Также в Малокарачаевском районе активными темпами идет подготовка школ к началу учебного года. Во всех учебных классах идет косметический ремонт. Интерактивные классы, спортзалы, больше смахивающие на профессиональные комплексы, просторные кабинеты и безбарьерная среда. Словом, все условия, чтобы учебный процесс проходил на высшем уровне. А вот в эксплуатацию новой школы в селе Учкикен это еще один шаг к ликвидации двухсменного режима обучения в Карачаево-Черкесии. Власти уверены, что этот объект станет не только местом для получения знаний, но и площадкой для личностного роста, полезного досуга и культурного развития. Алла Качиева, Расул Вердеев, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. Республиканская столица готовится празднично, отметит в сентябре основные торжества в честь столетия Карачаева-Черкесии. Благодаря работе специалистов городского отдела наружной рекламы облик Черкесска в последнее время значительно преобразился. С улиц уже удалены около 600 незаконных конструкций различного типа. В очередном рейдовом мероприятии принял участие наш корреспондент Артур Мхце. В Черкесске с каждым годом становится все меньше оляпистых, портящих облик города рекламных сооружений. В этом можно убедиться, посетив различные улицы региональной столицы. Понятно, что большинство предпринимателей против подобного отношения к своей, как они считают, собственности. Однако, надо понимать, что почти все конструкции рекламного характера, размещенные в Черкесске, не соответствуют требованиям 38-го федерального закона о рекламе. Чтобы согласовать рекламную конструкцию, надо обратиться в мэрию. Мы выдадим ряд документов, на основании чего будем согласовывать вам вывески. Баннера, наклейки, тканевые изделия запрещены законом. В преддверии основных сентябрьских торжеств по случаю юбилея Карачао-Черкесии в городе активизировалась работа по наведению порядка в сфере наружной рекламы. На этот раз очередь быть демонтированными наступила для сооружений на улицах Международной и Калантаевского. Например, этот чит салона красоты стоит в центре Черкесского в непосредственной близости от проезжей части и создает помехи участникам дорожного движения. Несколько лет назад его незаконно установили по Калантаевскому. И вот успевшая выцвести металлическая конструкция через несколько минут демонтажных работ перешла в разряд лома. А эти баннеры по Международной постоянно отвлекали водителей от контроля за дорожной обстановкой на довольно узком и небезопасном участке улицы. Спустя некоторое время после выданного собственнику предписания данная реклама стала мусором. Впрочем, согласно правилам размещения конструкции подобного типа, она была им и до демонтажа. Было выдано более 250 предписаний за первое полугодие, более 450 демонтажных работ. И помимо этого проводились рядовые мероприятия по указанию главы города. И было убрано на основных улицах более 150 незаконных рекламных конструкций. Как говорят специалисты мэрии Черкеска, наведение порядка в сфере наружной рекламы будет продолжено и после праздничных мероприятий. Красивый облик города остается в приоритете, а значит на улицах должно быть место лишь тем рекламным конструкциям, которые согласованы и выглядят эстетично. Артур Махце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня вечером состоялось открытие всероссийского форума «Махар-2022», посвященный столетию Карачаева-Черкесии. Мероприятие при поддержке Росмолодежи. Более подробно о работе форума мы расскажем завтра в наших выпусках «Вестей». Это все вести на сегодня, а прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин